Здравствуйте! Сейчас эфир нашего телеканала продолжит брифинг оперативного штаба Якутии по противодействию коронавирусу. Узнаем о текущей эпидообстановке в регионе на 29 июля. Добрый день! Уважаемые жители республики Саха и Якутия, текущая эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. В соответствии с указом главы республики на территории республики введен режим повышенной готовности. За сутки в Якутии в целом зарегистрировано 57 новых случаев новой коронавирусной инфекции, при этом 47 из них выявлено в городе Якутске. Также продолжается тенденция основного выявления заболеваний в городе Якутске. Если характеризовать, кто выявляется сегодня в городе Якутске, то это прежде всего очень крупные семейные очаги. Они связаны с различного рода проведением совместных мероприятий, а также корпоративные очаги, которые связаны с заражением во время проведения тех или иных мероприятий именно внутри рабочих коллективов. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что совершая те или иные действия по коллективному совместному разрешению вопросов по встречам, исходите из того, что вы делаете выбор. Выбор вы делаете между здоровьем и нездоровьем. Также у нас зарегистрированы случаи в Мирненском, Хангаласском, Мамгинском, Верхневилюйском, Горном и Мегино-Хангаласских районах. Но необходимо обратить внимание, как это и шло по течению самой эпид-ситуации. К сожалению, в районы начало уходить, в том числе и в отдаленные населенные пункты, потому что даже подконтрольный приезд туда ребятишек, которые приезжают на лето, а также непосредственно сейчас в сельхозпору, соответственно, работников сельского хозяйства, дает возникновение новых таких вот очагов, в том числе и в дальних поселениях наших сельскохозяйственных районов. А стабилизировалась ситуация на Волданском, Мирненском и Нюрненгринском районах. Там на настоящий момент нет увеличения количества новых заражений, но, значит, непосредственно остается напряженная обстановка в связи с достаточно большим количеством заболевших в целом. На настоящий момент из тех людей, которые у нас находились в тяжелом состоянии, за сутки зарегистрировано один летальный случай. Безусловно, это больной, которого достаточно долго боролись наши врачи, но на ситуацию повлияло и его общее состояние по основным заболеваниям. Как я уже говорила не раз, заболевания у нас в основном, значит, смерти фиксируются у людей старшего возраста и имеющих те или иные осложнения. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем, необходимо беречь наше старшее поколение. Мы продолжаем тестирование уже в 12 лабораториях на всей территории Республики Сахая-Котя, определившись, что количество тестов в сутки должно быть в пределах 3000. И вот сегодня за сутки у нас сделано 2832 исследования на коронавирус. В целом уже порядка, ну мы подходим к цифре 300 тысяч исследований в целом на Республику именно с точки зрения коронавирусной инфекции. Ну сюда в эту цифру входят исследования всех, кто приезжал в Республику, кто сюда обосновывался для того, чтобы работать, не только жители Республики. На что сегодня я бы хотела обратить внимание, это на ситуацию, которая сложилась в наших медицинских организациях. Мы постепенно, как я и говорила, готовим непосредственно переход на плановый прием. Да, безусловно, значит, наши медицинские организации работают все в достаточно напряженном режиме, вне, значит, нестандартных ситуаций. Или ситуации, которые бы говорили о каких-то инцидентах в наших больницах, на настоящий момент не зафиксировано. Поэтому, безусловно, во всех больницах, в том числе и больницах экстренной помощи, такой как Республиканская больница номер 2, существует провизорное отделение. Отдельно лечатся ковидные больные. И, соответственно, значит, наши доктора работают, исходя из той нагрузки, которая для них за последние полгода стала привычной. Спасибо большое. Это был брифинг оперативного штаба Якутии по противодействию коронавирусу с информацией на 29 июля. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok